Особые потребности человека или какие-либо нарушения здоровья ни в коем случае не должны являться его психологической идентичностью. Поэтому участие в культурной жизни – это важная часть деятельности человека, и никто не должен быть лишен возможности петь в хоре, рисовать, танцевать с учетом его физических возможностей. Людей с особыми потребностями можно разделить на очень разные специфические группы, которые сегодня не могут полноценно участвовать в культурной жизни. Это нужно учитывать в обязательном порядке. Именно поэтому само мероприятие должно с самого начала продумываться с учетом места и написания сценария. Таллин в бюджете на нынешний год специально предусмотрел средства для запуска меры поддержки для культурных проектов, адресованных людям с особыми потребностями. Такая мера на данный момент является единственной в Эстонии. Здесь очень важно, чтобы люди, которые создают культурные мероприятия, изучили этот вопрос и создали соответствующее событие с нуля для того, чтобы человек с ограниченными возможностями получил от него удовольствие и смог прикоснуться к общественной жизни. На поддержку в рамках нового тура предусмотрено 50 тысяч евро. На реализацию одного проекта можно ходатайствовать о получении поддержки в размере не более 20 тысяч евро. Это прекрасно, что Таллин предлагает такую возможность, но это еще маленький шаг в данном направлении. Финансирование – это один вопрос, но еще надо понять, сможем ли мы найти человеческий ресурс для осуществления таких целей. Например, сурдоперевод на концертах или на театральных представлениях. У нас не так много специалистов в этой области, кто смог бы переводить на должном уровне. Так что финансирование – это хорошо, но это только начало. Я хотела бы донести до организаторов концертов предложение, чтобы слепым или слабовидящим людям, сопровождающими вход на мероприятие, мог бы быть со скидкой, поскольку тот, кто сопровождает невидящего человека, выполняет свою функцию, а не просто пришел на концерт. И билет мог бы быть дешевле или в некоторых случаях бесплатный, как это бывает иногда в случае с людьми в колясках. Вспоминается мероприятие, которое проводилось в мае 2022 года возле здания суперминистерства, где всем желающим при помощи различных приспособлений предлагали почувствовать то же самое, что чувствуют люди с особыми потребностями, будь то нарушение опорно-двигательного аппарата, проблемы со зрением и так далее. Тогда те, кто попробовал себя оказаться в такой ситуации, потом признавали, что теперь смотрят на нужду людей с особыми потребностями совсем по-другому. Помощь города в организации мероприятий, которые были бы также доступны для людей данной категории, наверняка побудит остальное общество взглянуть на ситуацию под другим углом. И не стараться уходить от этого вопроса, дескать, это их не касается. Сергей Овченков, Роман Васильев, Новости Таллина.